Глобальный вопрос, что будет после коронавируса, не обошёл и рынок труда. Промежуточным итогом этой неопределённости становятся изменения спроса на отдельных специалистов. Так, в марте на 9% вырос спрос на услуги домашнего персонала. В поиске находятся сферы безопасности и медицины, вероятно, из-за возросшей нагрузки на этих специалистов. А в аутсайдерах – работники творческих профессий, сферы развлечений, туризма и ресторанного бизнеса. Сейчас очень много количества граждан становятся к нам на учёт именно уволены из сферы обслуживания. Сфера обслуживания – это парикмахерские, массажные салоны, туризм. Вот это всё идёт в основном. При этом о массовых сокращениях речь пока не идёт. Многие компании до последнего стараются сохранить штат своих сотрудников, тем самым отказавшись от найма нового персонала. Многие работодатели снимают вакансии, которые были. Буквально за эти полторы недели у нас около 250 вакансий уже сняли работодатели. И не подтверждают те вакансии, которые у них были поданы ранее. Работа на удалёнке, вынужденный отпуск, неполный рабочий день. Реалии рынка труда в России в условиях пандемии. Как долго это продлится, главное, что будет дальше. Этого, пожалуй, не скажет никто. Прогнозировать очень сложно, потому что мы ещё не знаем, когда эта эпидемия закончится, и как рынок будет восстанавливаться. Потому что процесс восстановления будет очень длительный, я так думаю. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна-ТВ